Сегодня, когда новейшие археологические открытия заставляют нас пересмотреть навязанные нам ложные теории о происхождении человечества, а общество совершает непростой переход к новому мировоззрению и новому пониманию роли славяноязычных народов в мировой истории, своевременность украинского проекта «Древний Киев» в парке «Киевская Русь» не вызывает сомнений. Мы приоткрываем дверь, далеко забытое прошлое, подтягивая наш имидж именно до того уровня, каким он был тысячу лет назад. Воссоздавая исторически достоверный образ детинца Кремля средневекового Киева, воочию демонстрируя примеры доблести, мудрости и знаний наших предков, Парк «Киевская Русь» становится тем мостом, который, соединяя нас с нашим прошлым, ведет в будущее, центром притяжения, где столь ощутимо крепнет почти утраченная связь поколений. Парк «Киевская Русь» — центр культуры и истории Древней Руси. Единственный для Украины и мира научный и одновременно культурный и социальный проект, в рамках которого с максимальной научной достоверностью и в своем историческом размере воссоздается центральная часть средневекового города, а именно детинец Кремль Киева V-XIII веков. Такой проект в таком масштабе никто никогда до этого даже не задумывал, тем более никто не реализовывал. Во многих странах Европы небольшие поселения, которые отражали быт какой-либо эпохи, культуры, они есть, но они все ограничиваются там пятью-семью усадьбами, то есть это очень маленький формат. На средневековый год город никто не замахивался, и что-то такое ощущение есть, наверное, вряд ли кто-то еще сможет на это посетить. Вместе с тем проект не является исключительно архитектурным, он реализуется с использованием всех средств и методов, принятых в сфере исторической реконструкции. Парк иллюстрирует различные аспекты жизни столицы Киевской Руси. Здесь устраиваются битвы, демонстрирующие оборону средневекового города, воссоздаются его мирные будние праздники, быт и городская атмосфера. Это как бы мостик между прошлым и будущим. Вот именно такие форумы дают понять, что история нашего государства, она не за три девять земель, а стоит только протянуть руку, ты почувствуешь пульс ее дыхания и биения. Проект «Парк Киевская Русь» признан и поддерживается как научными институтами, так и национальными и международными организациями, посольствами разных стран мира. Туристы не идут только на море. Туристы, очень много туристов, хотят узнать историю, посмотреть историю. Он был отмечен многочисленными наградами и благодарностями, в частности, одной из самых авторитетных премий в сфере туризма – Ukrainian Travel Awards, как лучший культурно-туристический проект года. Это очень позитивно. Я очень люблю эту территорию. Я очень люблю эту организацию. И, конечно, я очень люблю эти пушки и эти арки. Если вы любите медивийную атмосферу, это идеальный место здесь. Проект осуществляется в исторически значимом месте, указанном в летописях. Образ древнего Киева предстает здесь на фоне характерного природного ландшафта, соответствующего тому, что окружал столицу Киевской Руси. Экологическая чистота и благодатность этого места, его удаленность от шума цивилизации позволяет особенно глубоко проникнуться духом Средневековья и получить действительно полноценный, активный и познавательный загородный отдых. Я приехал из Гродно, а Гродно это под Литвой, это больше тысячи километров. И сюда я приезжаю каждый раз и не жалею ни от затраченных сил, ни от затраченных деньгах ради вот этого всего действия. Побачили те, чего уже давным-давно не бачили. Справжних человеков, гарных женок. Человеки бьются на мечах, такие баталии, так цікаво. Хотелось бы дуже, чтобы и наши дитки цьему научились, бачили нашу историю, как взросла наша Русь, наша Украина. Если в Киеве дождь, приезжайте к нам, здесь можно будет загорать. Если вы хотите освежиться, а в Киеве жара, приезжайте, тут, наверное, будет дождь. Словно бы подтверждая свое особое предназначение, парк расположился строго в центре пересечения условных перпендикулярных линий, протянувшихся к местам расположения четырех украинских святынь. Киево-Печерской лавры на севере и Свято-Николаевского храма в селе Кулевчо на юге, Почаевской лавры на западе и Свято-Софиевской церкви в Харькове на востоке. Мы потрапляемо в ту атмосферу, как жили колись наши предки, наши пращуры. Наверное, отменившись будь-який куточок этого парка, ты понимаешь, что ты действительно Украина, что это твое прошлое. Парк «Киевская Русь» является единственным местом в мире, где в своем историческом размере воссозданы уникальные шедевры средневековой столичной архитектуры периода X-XIII веков. В Европе проще. Там из камня строили, там что-то из камня того времени осталось. Европейцам легче представить, как это было. Про нашу культуру мы и сами недостаточно знаем, но тем более для иностранного туриста это тем более в диковинку, они в шоке, глядя на архитектуру именно деревянную. Меня впечатляет сама масштабность задумки и та площадь, которую планируется сделать именно под исторический центр. Посетители парка смогут увидеть контур Киева X века площадью в 10 гектар, обнесенный по периметру оборонительным 9-метровым валом, общая длина которого составляет полтора километра, и частично оборонительным рвом. Предградье с вездными воротами и стражевыми башнями. Единственную в мире деревянную крепостную стену-забаролу, протяженность которой сегодня составляет 300 метров, при этом общая высота оборонительных сооружений достигает 15 метров. Шедевр мировой деревянной архитектуры Михайловские ворота Киевского детинца X-XIII веков высотой 21 метр, а также усадьбы купцов и ремесленников X-XIII веков. Только в парке «Киевская Русь» сегодня можно пройтись по главным улицам Древнего Киева, посетить княжий двор, лагерь викингов, стан кочевников, холм Перуна. Парк «Киевская Русь» также является и богатой музейной площадкой, где посетителям предстанут уникальный образец средневекового кораблестроения, достоверно воссозданное древнерусское плавсредство IX-XI веков, ладья князь Владимир. Шапка Ярослава Мудрого — научно-достоверный образец великокняжеского головного убора IX-XIII веков, воссозданной группой украинских и российских ученых. Действующие образцы средневековых осадных орудий — требуше, таран, арт-баллиста. Экспозиция быта кочевых народов X-XIII веков. Уникальный живой музей исторических пород лошадей, выведенных в различные эпохи и в разных уголках Земли. В этом году удалось собрать в парке «Киевская Русь» без преувеличения коллекцию лучших исторических пород лошадей. Княжеская конюшня представлена буквально, начиная от истоков, такие породы, как ахалтыкинец, араб, которые ученые считают, что им уже приблизительно 5000 лет. Породистые скакуны предстанут публике вместе с коллекцией различных экипажей, от аутентичной телеги до изысканной кареты. Сочетание человека и лошади – это всегда красиво и всегда интересно. Я большой любитель лошадей, первый раз на Украине вижу такую породу упряжную. В парке экспонируются исторические костюмы разных народов. Реконструкции охватывают эпохи от V века до нашей эры до XV века нашей эры. В данный момент на нас костюмы конца XIV – начала XV века, которые носили либо очень богатые горожане, либо дворянство. К услугам посетителей – костюмерная парка, где переодевшись в русичей, кочевников, варягов, они сами смогут стать участниками всеобщего действия. Это отдых в исторически достоверной обстановке. И парк «Киевская Русь» – это действительно великая помощь. Очень хочу его увидеть, когда он будет завершен. Парк «Киевская Русь» является единственной в своем роде площадкой, где в достоверном историческом антураже воссоздаются масштабные средневековые баталии, рыцарские бои. Проводятся зрелищные чемпионаты по историческому бою, полноконтактные поединки на которых впечатляют реалистичностью даже взыскательных экспертов. Адреналин! Это наиболее зрелищно, это от души. Тут абсолютно не может быть никакой речи ни о театрализации, ни о какой-то договоренности. Реальный бой, который больше нигде гарантированно невозможно увидеть. Турниры пеших и конных лучников демонстрируются обмундирование и вооружение древнерусских воинов и средневековых рыцарей. Это грохот битвы, это лязг железа, и это адреналин от и до, и даже после. Участники фестиваля проходят определенную паспортизацию, то есть необходимо подтвердить историчность своего костюма и доспеха. Поэтому то, что видят зрители, в абсолютном большинстве случаев, это фактически копии тех вещей, которые находятся в музеях. Тем самым парк «Киевская Русь» становится лабораторией экспериментальной истории, местом научного диалога, где специалисты получают уникальную возможность проверить теоретические знания на практике. Это позволяет узнать, на себе ощутить, как все это происходило. Некоторые любят по ходу ходить, мы любим вот так вот отдыхать. Яркие впечатления у гостей, безусловно, оставят и местные театрализованные представления. Выступления конно-трюкового театра профессиональных актеров-каскадеров парка «Киевская Русь», а также отечественных и зарубежных артистов. Концерты лучших музыкальных коллективов, исполняющих средневековую и этническую музыку. Профессиональный звукорежиссер, мы довольны всем, нормально все, хорошо, приятно работать, прием публики отличный. Наш последний бой запомнят облака. Парк «Киевская Русь» Парк «Киевская Русь» сохраняет культурное наследие государства «Киевская Русь» и популяризирует его. Фактически это популяризация нашей страны в таком сегменте любителей туризма, любителей боевых искусств, любителей адреналина. А таких людей, наверное, полземного шарика. Парк «Киевская Русь» 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 Парк «Киевская Русь»